Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Jeep Grand Cherokee 3-го поколения в кузове ВК. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Начнём мы, как всегда, с двигателей. Моторы V6, 3.7 и V8, 4.7 литра здесь одного семейства – Chrysler PowerTech. Достаточно консервативные моторы, хотя и не такие олдскульные, как Hemi. Тут хотя бы привод ГРМ с двумя распредвалами по одному в каждой ГБЦ и тремя цепями. Ресурс такой конструкции колеблется от 120 до 150 тысяч километров. Замена цепей дорогая, поэтому при покупке обязательно проверка натяжителя. Главная страшилка моторов PowerTech – выпадающие сётла клапанов. Точной статистики нет, но по субъективному мнению проблема более всего характерна для моторов V8, причём с установленным ГБО. Тем не менее, есть печальные кейсы выпадения их на V6, ездящих на бензине. Снять риск возникновения такой беды можно достаточно просто. Нужно не перегревать мотор. Если видите следы перегрева, знайте перед вами типичный смертник. Ещё одна проблема PowerTech, причём встречающаяся гораздо чаще – залипание гидрокомпенсаторов. Это лечится переходом на более жидкое масло и сокращением межсервисного интервала 1000 до 8. У моторов Хэми 5,7 и 6,1 литра привод ГРМ с единственным распредвалом и толкателями. Цепь короткая, с ресурсом проблем обычно нет. Если вы выбираете машину с мотором 5,7 литра, учтите, что ей положено только оригинальное масло 5F20. Масла иной вязкости нарушают работу хрупкой системы отключения половины цилиндров. На 6,1 литра такой системы нет. Применялось здесь несколько типов трансмиссий. Quadra Track 1 – постоянный привод на задние колёса с подключением передних с помощью муфты. У такого вседорожника отсутствует редуктор. Эффективность подобной схемы оставляет желать лучшего. Намного лучше, когда машина оборудована Quadra Track 2. За распределение тяги отвечает муфта, но в случае необходимости водитель может воспользоваться редуктором, и тогда привод между передней и задней осью блокируется механически. Ещё лучше, когда рядом с рычагом есть надпись Quadra Drive 2. Это означает, что в автомобиле установлено 3 электронно-управляемых дифференциала. Внедорожный потенциал данной схемы фантастический. От повреждений снизу защищают мощные щиты, устанавливавшиеся в качестве опции. Но есть и недостатки. Довольно большие бамперы легко повредить, а дорожный просвет не слишком высок. Много жалоб на родные амортизаторы, которые в стоке шли без пыльников и при неудачном раскладе вытекали уже тысячам к пятидесяти. Скорее всего, на вашей машине родные будут уже на что-то поменены. Много положительных отзывов об амортизаторах и пружинах ОМЕ. Они чуть повыше оригинальных и более стойкие. Рычаги, сайлинблоки и ступичные особо низкой ходимостью не страдают. Но все очень сильно зависит от стиля эксплуатации и качества компонентов. Джипы часто покупают для безрассудной езды по ямам на полной скорости. Так что удивляться полностью ушатанной ходовой не стоит. И обвинять во всем плохое американское качество тоже. На машинах с квадратрек 2 с понижающим рядом в раздатке нередки глюки управляющей электрики. Если видите ошибку Service 4 VT System и понижайка не включается, не спешите приговаривать всю раздаточную коробку. Дело может быть в относительно недорогом актуаторе или вообще в сгоревшем предохранителе. На дизелях ошибка P1270 в большинстве случаев говорит о смерти приводного мотора в вихревых заслонах впускного коллектора. Многие мастера предлагают замену коллектора в сборе. Но можно обойтись моторчиком, причем если покупать мерседесовский, а не краслеровский, то будет дешевле. Ошибка P0404 по клапану рециркуляции отработавших газов EGR на бензиновых моторах вылезает иногда просто после неудачной заправки. Но частенько напрямую указывает, что клапан пора менять. Постарайтесь хотя бы иногда чистить его превентивно. Довольно коварна ошибка P0088 на дизельных машинах. Она указывает на недостаточное давление в топливной рейке, а причин может быть множество. Из-за грязнения топливопроводов, из-за воздушивания и неисправный ТНВД и регулятор давления. Короче, при возникновении надо искать хорошего диагноста. Плохой будет менять всё подряд, пока методом тыка не найдёт неисправность, если вообще её найдёт. В салоне есть вставки из кожзама, которые могут быть уже в непотребном состоянии, не поддающиеся реставрации. Только перешивка и ещё один повод поторговаться. У люка часто встречаются проблемы с механизмом раскладывания и забитым дренажем. А вода в салоне – первый враг электрики, которую также нужно всю проверить на работоспособность. Все подъёмники, регулировки, климатическая система и дисплей. На кузове ржавчина первым делом появляется внизу передних крыльев, далее – низы дверей и задних арок. В целом, стойкость к коррозии у машин высокая, и гнилые варианты, скорее всего, после ДТП. Облезлый хромированный декор, часто встречающийся на этих машинах – хороший повод для торга. Ну а если вы являетесь владельцем Гранд Чироки, то, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня всё. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!